Здравствуйте, в эфире нашего телеканала программа подробностей. Сегодня в нашей студии заместитель прокурора Рязанской области Алексей Дикарев. Ранее он занимал должность начальника управления по надзору за следствием, дознанием и ОРД в Тульской области. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Сегодня хотелось бы, во-первых, поговорить о том, каковы функции вообще прокурора в следствии. То есть в чем состоит надзор за следствием? Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям. Функции прокурора при осуществлении надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности не очень обширны. Данное направление надзора является одним из приоритетных деятельностей органов прокуратуры РФ, потому что при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности оперативно-розыскных мероприятий так или иначе затрагиваются, а порой существенно ограничиваются. Права граждан гарантированы Конституцией, такие как право на свободу, на тайну переписки, телефонных переговоров, неприкосновенные жилища. И от того, насколько процессуально верно осуществляется эта деятельность в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Конституцией, как с законом прямого действия, с уголовно-процессуальным законодательством, зависит в целом выполнение успешной задачи оперативно-розыскной и следственной работы. Функции, конечно, многогранные. В первую очередь следует обратить внимание на работу правоохранительных органов при принятии, рассмотрении, заявлении, сообщении о преступлении. Правоохранительные органы обращаются граждане, надеясь получить поддержку и защиту своих нарушенных прав. К сожалению, неизбежны такие случаи, когда укрывается преступление от учета, в том числе при нерегистрации, заявлении, сообщении о преступлении, имеют место такие факты. Необоснованно отказывается в возбуждении уголовного дела. Разумеется, на данные факты прокурор обязан своевременно и четко реагировать, отменяя незаконные и необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Это проверяя систематическое соблюдение закона в правоохранительных органах при приеме, рассмотрении, заявлении, сообщении о преступлениях. То есть это повседневная работа. И насколько успешно прокурор владеет данной тактикой, методикой, при осуществлении проверок, зависит конечный результат рассмотрения сообщения о преступлении. Зачастую имеют место факты необоснованной пересылки, сообщения о преступлениях по территориальности в другие органы. То есть отдельные правоохранительные органы снимают таким образом из себя обузу по рассмотрению данных сообщений о преступлениях. Тем самым, разумеется, нарушаются права граждан на защиту их нарушенных прав. Также необходимо понимать, что при возбуждении уголовного дела, начиная с первоначального этапа расследования, деятельность прокурора, она, конечно, должна быть на системной основе. Прокуроры проверяют законность возбуждения уголовных дел, проверяют законность и обоснованность принятия по ним процессуальных решений, такие как прекращение уголовных дел, при остановлении предварительного расследования, при предъявлении человеку обвинения в том или ином преступлении, при избрании меры пресечения. Прокурор также проверяет законность обоснованности тех или иных действий органов следствия до знания. При направлении дела в суд уголовное дело также поступает прокурору для проверки и утверждения обвинительного заключения, обвинительного акта. Прокурор также на данной стадии способен либо направить уголовное дело органу предварительного расследования на дополнительное расследование, либо направить уголовное дело в суд. То есть функции прокурора здесь многогранны. При поступлении жалоб от участников уголовного процесса прокурор вправе затребовать в уголовное дело органа предварительного следствия дознания, проверить законность выполняемых следственных действий и иных процессуальных действий, не только ограничиваясь рамками приведенных в доводах жалобы, но и на предмет законности в целом. Необходимо иметь в виду, что функции прокурора не только этим ограничиваются. Отдельная речь необходимо вести о законности при проведении оперативно-розыскной деятельности, потому что основная функция уголовного процесса это неизбежность наказания. К сожалению, многие преступления носят латентный характер, скрытый характер, такие как связанные с коррупцией, взяточничеством, организацией, допустим, занятий проституцией. В последнее время во многих регионах Российской Федерации выявляются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Путем сети интернет создаются преступные организованные преступные группы, преступные сообщества, путем закладок наркотические средства распределяются и таким образом происходит незаконный оборот наркотических средств. Разумеется, данная незаконная деятельность маскируется, вуалируется и выявить эти преступления довольно-таки сложно. То же самое и взяточничество. Получение взятки, дача взятки – это и то, и другое обоюдно уголовное наказание. Поэтому далеко не в каждом случае человек придет и напишет заявление, что у него вымогают взятку. То есть от работы органов, осуществляющих оперативно-рыскную деятельность, во многом зависит выявление данных преступлений. Вы изглавляли управление по надзору за следствием в прокуратуре Тульской области. Сейчас в Рязанской области наверняка уже сумели проанализировать ситуацию, оценить. Вот в сравнении, как криминогенная ситуация обстоит в сравнении с Тулой у нас? Ну, сначала я начал с того, что в связи с нестабильностью экономической ситуации в целом в Российской Федерации, для многих регионов Российской Федерации, конечно, характерен небольшой рост преступности. В том числе корыстных преступлений. Это понятно, потому что доходы людей падают, и таким образом они пытаются это брешь заполнить. Рост насильственных преступлений, которые тех же рубежей, разбоев, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью. Ну, небольшой рост. В основном связаны с корыстными преступлениями и совершением преступлений лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Все это понятно, конечно. Что касается Тульской и Рязанской областей. Ну, здесь специфика небольшая есть, конечно. Преступность в Тульской области, она побольше. Ну, и численное население Тульской области, она тоже больше. В Тульской области порядка, ну, где-то на треть больше, чем в Рязанской области. Соответственно, уровень преступности примерно такой же. То же самое касается и тяжких, особо тяжких преступлений. Обратил внимание на то, что убийства, совершенные в Рязанской области, более чем в два раза меньше, чем в Тульской области. А в целом, ну, по основным направлениям примерно то же самое. А есть ли какие-то специфические сферы деятельности и направления, которые вы сами для себя уже сразу отметили, над которыми побольше надо будет поработать? Есть, конечно, борьба с организованной преступностью, борьба с преступлениями экономической направленности. Это те самые латентные преступления, о которых я и говорил. Над этим, конечно, надо работать и в Тульской, и в Рязанской области. А в целом, ну, преступность, она где-то один месяц чуть побольше, где-то чуть поменьше. Это необходимый системный анализ постоянно. Где-то на что-то влиять. Так сказать, что вот я пришел, увидел, победил. Эту преступность нет, конечно же. Где-то подкорректировать что-то. Здесь, конечно, необходимо работать. Как Вы уже обозначили, преступность довольно широкое понятие, разнообразное. То есть, это не только убийство, грабеж, но и коррупция, и взятки, и, может быть, это какое-то даже халатное бездействие, и терроризм в том числе. В Вашей деятельности, я знаю, Вы сталкивались даже с расследованием террористического акта. Расскажите, пожалуйста. Да, это было в Кимовском районе Тульской области, когда взорвался самолет на территорию поселка Бучалки. Там практически все следователи города Новомосковского уезжали на место происшествия. В течение трех-четырех дней выполняли первоначальные следственные действия, связанные с осмотром места происшествия, с осмотром трупов, с опознанием трупов. Работа, конечно, далеко не веселая. Там были задействованы практически все следственные подразделения, в том числе и наши судебно-медицинские эксперты, очень длительное время там работали. Работа, конечно, большая, но это один из эпизодов, конечно. На этом я предлагаю завершить нашу беседу. Спасибо, Алексей Владимирович. В нашей студии был заместитель прокурора Рязанской области по надзору за следствием, дознанием и ОРД Алексей Дикарев. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин